снова здравствуйте всем некоторые скептически относятся к такому методу черенкования как я показываю на канале и многие стали так показывать но пока не показывая результата хочу вам показать как выглядят мои разные сорта через какое время они укоренились сейчас все показывают после обрезки ставят воду потом отнимают эти вот в общем почечки или маленькие побежки как они укореняются а вот мой результат и еще в конце видео покажу как выглядят из вот таких вот малю по малю пашек через год гортензии как они выглядят как они нарастают вот посмотрите допустим укоренение little spooky 8 0 4 сегодня не знаю чуть больше месяца прошло little spooky долго укоренялась но давайте посмотрим даже самые малю пахи смотрите даже самая-самая тоненькие малю пахи которые брала буквально почечки все дают корешочки некоторые пишут что не получается что мы бы мы там не делали смотрите видно что в этом стаканчике было на просто наткнуто почки маленькие все 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 смотрите все они живые и в принципе все с корешочками как вам показать но вот где-то что-то не вытягивается где-то еще совсем маленькие корешки это было видно совсем малю сенькая почка но смотрите в общем все все тут живое все с корнями не хочется доставать я вот самые те которые не держатся прямо с грунта вам показываю из самых самых-самых маленьких малю пах почек это little spooky совсем с маленькой почечки так вот это видите я тут ничего не приукрашиваю в обыкновенных стаканах в обыкновенных стаканах так что это шу гараж где-то от йогурта все что есть емкости смотрите нет у меня тут никаких дырочек шу гараж не написано какого числа я черенковала но посмотрите не хочется доставать я их все не успею распикировать видите какие корни как она они прямо стаканчиках и нарастают те которые были естественно побольше побеги и там и побольше побольше сама вот это ну давайте не будем жалеть смотрите так шу гараж смотрите какие корни нарастающие так значит я шу гараж придется мне распикировать сейчас уберу чтоб я не попутала что это шу гараж извините пока за задержку так вот это смотрите что это за гортензия cotton cream видно видите я с такими естественно не черенковала она была настолько загущена среди они все уже тут растут вот корешки видно что даже выпадов никаких не было как я этих почечки наставила так они тут и есть так этот футан крим что это это skyfall после обрезки я ставила в воду и в воде почему-то вот именно skyfall у меня давала неприятный запах и начали портиться сами черенки я брала буквально почки самые-самые млюпасенькие видите тоже они у меня я про некоторые даже и забываю может быть у вас не получается что вы сильно опрыскиваете я про них забываю у меня тут такое количество большое этих пакетов где-то что-то я не до развяжу но они сами своей жизнью тут растут вот это такая skyfall так вот это пастель green смотрите некоторые у меня уже в парнике стоят собираются цвести а это буквально последние видите видно что прямо вот такая вот корни как они вот видите как они сцепливаются это уже перечеренковано 13 но 3 те уже растут давно в стаканчиках а это я снова черенковала эти в простые стаканчики кстати вот тут у меня дырок никаких нету видите все видно это от какого-то рыбного продукта был такой стаканчик вот никаких тут у меня все в домашних условиях вот это это романтика из она уже немножко подгорела на солнце попали череночки вон тоже корни смотрите какие так что это это показывала а самарская лидия это вообще творит чудеса смотрите она была укоренена я ее прямо еще вот срезал верхушечный и она тут у меня пустит снова вот эти которые маленькие видите вот эти вот малюсенькие так сейчас что-нибудь вам достану даже вот смотрите она была укоренена или обрезана ведь вверх вверх обрезан с нижней пазухи она дает два побега и это будет еще растение это просто бесконечный процесс я думаю что скоро директора ой там где разводят эти гортензии мне будут претензии что я таким способом можно миллионы-миллионы гортензии сейчас что-нибудь вытащусь с амарской лидии ну вот смотрите тут два череночка причем вот эти нижние и верхние тут было уже они растут а это нижние а верхние смотрите я срезала тоже на укоренение и эти нижние снова дают корни и дают побеги это самарская лидия так над самарской лидии я издеваюсь по полной программе чтобы чем больше ее размножить видите но уже вот это не буду больше брать на черенкование вот эти эти будут расти а вот это панфлора только ее приобрела поставила воду посреди какие корешки чудесные вот это панфлора уже на улице надо нормировать снова снова укоренять так sunday fries очень долго укоренялась 30.03 но видите корни посмотрите видно что выпадов никаких нету все густо как я поставила все так тут и есть вот ее корни купчиха это я тут томаты сажала прошлого года видите не буду выдергивать потому что мне не будет времени ее распикировать видите но сейчас я снова все вот эти свое все свое добро а кстати вот самарская лидия а вот самарская лидия уже в стаканчике по пикирована верх у нее прищипнут укоренен а вот такие побеги наверное сантиметра два есть разные они у меня есть и такие есть вот самарская лидия тут получше уже видите в два побега она у меня будет все таки я решила прищипывать все в два побега при хорошие кормежки они у меня будут довольно толстые да вот середина мая они у меня уже такие эти какие молоденькие прекрасные 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 корни и еще я держу в этих пакетах пока вот после пикировки держу в пакетах пока корешочки не сцепятся землей когда влажные условия все-таки в доме у нас сухо в теплице там немножко другие условия влажный воздух температура определенная им вот когда влажная они быстрее дают корешки видите вот я вижу корешки сцепление пошло я достала уже ставлю просто в сухом воздухе а остальные после пикировки снова в пакетте как только вижу что корни пошли снова и обработка по листу знаете когда я поливала под корень тут немножко земля как-то зеленеет обрабатывать по листу на улице уже силиплан там обрабатываю чтобы покрепче были побеги чтобы они не клонились знаете не хватает немножко времени вам все показывать так ну вот самарская лидия вот побольше самарская лидия тоже прищипнуты а вот самарская лидия ждет распикировки сейчас выйду в парник покажу какая уже и снова вернусь верну их в те же условия опрыскаю и некоторые буду пикировать сейчас покажу как выглядят через год те кто не верующая фома тут я вышла в теплицу вот они у меня в парнике скоро буду показывать прищипку ну и обработку вот они в парнике которые уже нарастили видите очень хорошие корни вот с хорошими корнями подращу и в парнике потому что в доме кто спрашивает на подоконнике или где в доме здесь столько места наберешься посмотрите когда приличные корни вот она уже стоит в парнике и не боится но температуры опускаются наверное 5 градусов ночью но корешки все это уже растение спрашивают некоторые когда же можно их на улицу смотрите высаживаете такое прекрасное растение уже на улицу вот вы черенковали месяц-полтора спустя это прекраснейшее растение и может расти у меня нет места поэтому я не высаживаю ну вот смотрите вот прошлогодний укоренен на черенок вот такой маленькой почкой низкая обрезка на две пары почек в парнике конечно они быстрее пошли в рост наверное сантиметров уже 22-24 побеги вот в 3-х литровом корни заняли полностью горшок кто не верил что из такого малюпаха ну посмотрите только он укорененный только корни заняли 200 200 миллилитров тут еще никакой подкормки не заложено но если бы я заложу писать 200 миллилитров за месяц это что у нас лаймлайт почему да к августу она не к августу к сентябрю она 3 литра поэтому попробуйте а потом говорите вот еще одно растение это обрезано было на больше почек тут больше побегов видите насколько корни толстые тут 5 литров уже ну это то что мне тут я хочу вам вам показать вот еще на 3 на 3 3 побега вот это была нефть теплица я ее потом занесла поэтому она но тоже в трех литровом горшке поэтому ну сейчас еще раз покажу сейчас еще кое-что покажу вот первые черенкованная пастель грин посмотрите уже она у меня зацветает но этой дам процвести пускай процветет вот самые первые наверно уже в литровом горшке почему нельзя его высадить на улицу прекраснейшее прекраснейшее растение вот так что черенкуем вот мои самарские лидии которые стоят уже на в парнике вот они уже на осмокоте тут поэтому тут они такие покрепче корни развиваются пока у них я переворачивала смотрела вот снова вот снова кто это собирается зацветать дельта дентель де гарон эти вот уже хочет он прям хочет больше объем грунта начинает завивать корешочки вот разные сорта по-разному развиваются в общем пробуйте дорогие друзья и все получится у нас до свидания